С самого начала образования службы сотрудники уголовного розыска без работы не оставались. К примеру, 20-е годы прошлого века ознаменовались масштабной борьбой с бандитизмом. Эта заметка была размещена в газете «Путь Советов» 1 января 1920 года. Граждане деревни Поколюбичи выражают благодарность сотрудникам Гомельского губрозыска за ликвидацию волости шайки бандитов. Шайка состояла из дезертиров и терроризировала все население. В областном музее криминалистики этой странице истории УГРО посвящено несколько стендов. Хотя боролись тогда оперативники не только с бандитами, не все знают, но именно в Гомеле сотрудники милиции задержали преступника, который путешествовал по Советскому Союзу с поддельными документами председателя Центрального исполнительного комитета Узбекской ССР. Случилось это в августе 1925 года. Позже этот антигерой станет прототипом знаменитого Остапа Бендера. Матвей Хавкин, это начальник милиции, раздобыл журнал «Красная Нива» с фотографией настоящего председателя. Тут-то что, не сходство личностей. Несмотря на все угрозы Тургуна Хасанова, он говорил, что я буду жаловаться в Москву, Сталину, Калинину, милиция все-таки решилась на то, чтобы его обыскать. И так сказать не прогадала. При нем была найдена справка на освобожденного из мест лишения свободы Тургуна Хасанова. Вот так вот, благодаря бдительности гомельской милиции, был задержан один из известных прототипов Остапа Бендера. Преступность в Гомельской области существовала всегда, но в отдельные периоды она приобретала действительно опасные формы. В музее криминалистики сегодня можно увидеть фотографию здания участка милиции в деревне Кольно Житковического района. В 1962 году оно было взорвано в результате теракта. Еще одна страница в истории уголовного розыска – лихие 90-е. Организованные преступные группы тогда действовали практически во всех городах области. В Гомеле и сегодня многие помнят о бандах морозовцев и пожарников. Столько много было всего. Было, что и бегали, с третьего этажа от нас прыгали, догонять приходилось. Было, что по полям бегали среди ночи по картошке за бандитами. Всякое было. Приходилось физическую силу применять. Но оружие, слава богу, ни разу не применял. Так только для устрашения доставали, а применять не применяли. Ну, правда, все-таки, как-никак, в милицию, особенно в уголовной розыск, они побаивались. Ну, на стрелке приходилось ехать. Ну, правда, каждый сыщик друг друга не давали в обиду. Если кого-то обидели, мы все собирались, ездили и разбирались. Сегодня бывший майор уголовного розыска Владимир Медведев работает воспитателем в Гомельском кадетском училище. Говорит, что теперь главная задача для него – воспитать в кадетах чувство патриотизма и приобщить их к дисциплине. В ближайшие месяцы в рамках профориентации курируемого класса МВД он организует экскурсии в райотделы милиции. Летом выйдет с учащимися на полевые сборы. Впрочем, рассказать о реальной работе оперативника и сам Владимир Медведев может многое. Этот скромный с виду человек – живая легенда гомельского уголовного розыска. Сегодня он вспоминает о задержании особо опасного преступника, имевшего поистине звериное чутье на любую нестандартную ситуацию. Задержать-то нужно было, а в этом доме как раз проходил ремонт наружный. Но в связи с этим я вместе с коллегами пришлось переодеться в рабочую форму. Под видом рабочих, что нам нужно посмотреть, где поставить люльку, зашли в квартиру и задержали человека без всяких. Чтобы он не успел среагировать. В постели, грубо говоря, задержали его. Возле здания отдела внутренних дел администрации советского района Гомеля есть стенд с фотографиями разыскиваемых. Оперуполномоченный Евгений Чешко знает их всех поименно. Его уверенности можно только позавидовать. От ответственности не уйдет никто. Розыск идет ежедневный. Затрачется на это практически все рабочее время. Соответственно, результат более чем оправдывает. В уголовном розыске Евгений Чешко чуть более пяти лет. Недавно получил погоны капитана. Говорит, что свою работу любит по-настоящему. Сотрудник уголовного розыска. Это образ жизни. Наша работа предусматривает риск. И, конечно, когда идем на задержание, не исключаем любой вероятности развития событий. Поэтому всегда стараемся ходить вдвое, чтобы мог напарник подстраховать. И чтобы избежать каких-либо инстандартных ситуаций. Похищен автомобиль ВАЗ-21063. Регистрационный знак 9898. Ирина Роман-3. Разговор с Евгением Чешко обрывается практически на полусловие. В этот день он дежурит в первом городском отделении милиции. Бронежилет, каска, автомат. Для того, чтобы в полной экипировке сесть в служебную машину, нужно несколько минут. Еще две минуты для проезда к заранее определенному месту, и милиционеры готовы к задержанию. Находящийся в розыске автомобиль появляется внезапно. Однако патруль реагирует оперативно. Правда, на этот раз тревога оказывается учебной. Сдан еще один экзамен. И, наверное, не самый сложный. У Евгения Чешко еще долгая служба в органах внутренних дел. До расставания с нашим героем остается около получаса. О видеосъемках с членами его семьи мы даже не договариваемся. То, что родные ждут дома сотрудников милиции, как никто другой, понятно без лишних слов. Дома относятся с пониманием к моей работе. И знают, что работа у меня важная, нужная. Всегда ждут и поддерживают. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели.